Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Ребята, привет всем, ЕВГ с вами. Сегодня будет довольно забавный видос. Ну как забавный, даже прикольный, даже смешной. О том, как я прикинулся девушкой на вида и продавал ноутбук. Причем дорогой ноутбук, а с рюкзаком цена была не указана. Назвался некой Александрой на авито с июля 2012 года. 4 отзыва, 5 звезд, прям просто девочка вообще, красавочка, красевочка. Девочка, девочка, красевочка, просто не докопаешься, не до чего умница, отличница. Продает она вот такой вот симпатичный Asus. Более подробный ролик можете посмотреть вот здесь. Вот я не буду на нем как-то там заострять внимание. Просто этот ноут довольно прикольный. Вот серьезно, лично мне он понравился. Ну вот, собственно, его фоточки, которые я сделал. Прямо сразу же на второй фотографии написана его модель Asus Vivobook 16X OLED. Тут же наклеечки Ryzen 5000 серии. Ryzen 7, на секундочку. Nvidia GeForce RTX. Звук Harman Kardon. Ну, в принципе, понятно, что эта вещь вообще не дешевая. А если ты еще и загуглишь вот эти вот названия. Ну, где-то он продается за 178. Ну, вот в DNS он продавался за 130 тысяч. И вот такое вот описание у объявления. Не знаю, что за модель, Asus'ов много. Сама им не пользовалась, но вот парня. Он мне оставил его навсегда. Покупался в начале лета 22-го года. Экран хороший, красивый и яркий. Идеально выглядит ни одной царапки. Просто лежал последние пару месяцев. Комплект зарядная мышка. Рюкзак мужской Asus. Да, это вы предложили написать, например, такое описание, что я, собственно, и сделал. И что, думаете, написало много народа? Написало просто дохрена народа. Очень много. У меня даже до сих пор там сообщения непрочитанные висят. И вот этот вот человек, кто мне написал, это просто золото. Просто вот единицы такие были. Ну, это буквально, это вот три человека. И сотни, наверное, мне написало. Здравствуйте. У вас хороший вариант. Данная модель стоит не менее 65 рублей по рынку. Просто, чтобы вы знали и не прогадали с ценой. Спасибо. Удачной продажи. Вот молодец, мужик. Сразу нормально написал. Вот ты вот там не прогадай с ценой. Эта дурочка такая, это, написала там у себя в описании, что типа ничего не знаешь. Ну, вы понимаете, сытролика в том, что мы будем троллить халявщиков. Соответственно, халявщиков просто неимогрит. Наверное количество было. Здравствуйте. Скажите торг уместен. Здравствуйте. Еще цены нет, а вы уже торговаться хотите? И правда, а что? В смысле? Ну, серьезно, парень, какой торг? Ты что? Ты цены еще не видел? Ты уже хочешь торг. У вас это что там? В Средней Азии это как бы, ну, база вообще. Это обычное дело, что надо начинать сообщение с торга. Здравствуйте. Я готов 10 тысяч дать. Потому что он новый и на ремонте не был. А так я не разбираюсь. Еще есть телефон у меня, если заинтересует. Ну, сенсорный просто новый. Дать, пожалуйста, знать ваш ответ. Много, мало, согласны или нет? Ок. А, вот вы в сети как раз. Сегодня готов, если что, приехать сразу. Здравствуйте, вы обменять хотите на телефон? На сенсорный телефон? Либо 10 тысяч. Либо сенсорный телефон и еще какая-то сумма. Ну, телефон новый такой, 5-6 тысяч стоит. Так что он совсем недорогой. Просто в хорошем состоянии, почти новый. Ну, мало ли, как запасной хороший там рабочий телефон. Дома или для детей, или для взрослых родителей сгодится. Блин, взрослых родителей. А продавать, если заходите, то какая примерно сумма должна быть у человека, за которую бы вы отдали мне? У какого человека должна быть сумма, которую я должна отдать вам? У меня какая сумма должна быть? Ну, 1120. Ну, он больше на это ничего не ответил. Ну, чувак, ты что? Ты что? Какой сенсорный телефон? Ноут 120 тысяч стоит. Ну, ладно, 100 тысяч вот на Авито, он точно легко вообще продается за сотку. Вот вам пруфы все. Сенсорный телефон, серьезно? Новый, 5-6 тысяч. Ох, ребята, что ж вы такие-то, а? Такие. Ах, такие тупые. Здравствуйте, какая цена? Спасибо за ответ. Не, а что ты хотел? Подождал полчасика, и тебе не ответили все, что ли? Что ты думаешь, что ты единственный такой пуп земли? До вас там таких, вон, сколько понаписало. Халявщиков. Вторую же фотографию, либо посмотреть на характеристики более-менее. Понимающий человек, он увидит то, что это не дешевый, но вот он сотку даже больше стоит. Вот минимум, просто минимум. А, это я ничего не снимаю, это просто у меня телефон прищеплен, чтобы вы видели, какой у меня прикольный чехол. Вот и все. Я ничего не снимаю, тиктоки никакие, не дай бог. Здравствуйте, могу за 25 его купить? Здравствуйте. Не знаю даже, как бы не продешевить, вдруг он дороже стоит? Точно не стоит, я мастер компьютерный, знаю цену ему. Думаете, 25 хорошая цена? Даже дорого, рынок на них 15-17 тысяч. Да и вообще мне ребенка в школу собирать, возьму за 10 хоть сейчас. Ну, если ребенка, забирайте за 12. А у вас мальчик или девочка? У меня сын. Сыночка-корзиночка играть хочет выиграть с RTX на ноуте, который папочка обманом хочет выключить у девушки? Пошла. Юхан. За 10 тысяч. Человек, который написал, что он компьютерный мастер, он стопудово разбирается за 10 тысяч. О чем они вообще? Они серьезно? Они думают, что есть такие дураки? Они думают, что когда-то наступит их день? Им точно уже повезет в этой жизни, да? Ну, хрен там плал, точно не со мной. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Здравствуйте, сколько дали? Парню 5 лет за хранение. Или про что вы спрашивали? Цена или еще никто не предлагал? Хотят за 29 тысяч взять. Понял, спасибо. А что, что ему мешало предложить 32 тысячи и забрать у меня этот ноут, а? Че это его так смутило и интересно? Компьютер старый, предлагаю 8 тысяч. Он не похож на старый, выглядит современно. В его буке вообще старая линейка, только бомжи ими пользуются. Заберу на запчасти за 10к. 15 тысяч? Причем он подумал сначала 40 минут и написал это. Ты еще 10 тысяч напиши, бомж. Заработай сначала на такую технику, потом пиши сюда. Прошло, значит, больше суток. Он прочитал и ничего не ответил. Видать, ну, не знаю, думал что ли. Он думал дольше суток и потом он написал. Так там процессор старый стоит. Дура. Ага, и видеокарта 10-летней давности. Пшел вон из чата наивный. Соска, нехрен жрать, ком пихаешь. Продаю вещи такого же мудака, как и ты. Это только начало. Скоро будешь телом торговать. Ну-ну, не удалось обмануть, надо оскорблять. Только у тебя денег не хватит, бомж. Да ты обезьянка, не в моем вкусе. Ох, сколько уже в нем желчи. Вот что вот это вот желчи? Прям халявщик. Прям он попыжился, попыжился. То есть все равно у него ничего не вышло. Угу. Линейка старая, да. Бомжи только пользуются, да. Охренеть просто. Я охреневаю просто с таких типов. За 10 тысяч линейка старая. Ты чё? Ты чё? Да серьёзно, меня злость берёт. Реально комп, блин, классный. Вот серьёзно. Вот я вот этот свой ноут, Mac Pro, с 17-го года. Я его когда-нибудь поменяю. Ну как когда-нибудь? Я уже совсем скоро его хочу поменять. И я вот думаю, мне взять либо Mac, ну, следующего поколения. Либо выбрать ноут на винде. И вот я как раз-таки всерьёз выбираю взять, ну, вот этот вот ноут. Asus VivoBook. Такой же. Это никакая не реклама, я вам серьёзно говорю. Я им попользовался, он мне настолько понравился, что я серьёзно думаю взять либо какой-то другой. Если, кстати, что-то можете посоветовать из ноутов, годное, до 150 тысяч, но на котором можно в идеале монтировать. Он прям вообще классный, тачпад у него приятный. То напишите в комменты. Я почитаю обязательно. Здравствуйте, Александра. Интересует обмен на iPhone XR. И я доплачу, но чуть позднее. Доплатят позднее. iPhone в хорошем состоянии, сколько доплатите? iPhone в профиле 5 тысяч, докину зарплату через пару недель. Ха-ха-ха-ха, чё? Чел реально думает, что обменяет на смартфон вот такой вот крутой ноут, обменяет на разбитый iPhone. Вот его объявление, вот что он там продаёт у себя в профиле. Ха-ха-ха, что за нахрен? Мало того, что он продаёт его за 12500, в хламину просто разбитый со всех сторон. Ха-ха-ха-ха, чё это за? Просто кусок мусора, в который надо, не знаю, сколько экран стоит и корпус. Вообще корпус у такого смартфона нормальный, не какой-то там Китай палённый. Ну, тысяч пять, семь, наверное. Эту шляпу ещё и чинить надо. iPhone XR 64 гигабайта, рост тест, разбит дисплей, задняя крышка. Фейсайди работает, трутон камеры чистые. Боже, чел, ты серьёзно? Какую только херню не толкают они на Авито. Ха-ха, ты серьёзно? Разбитый в хлам старый телефон и 5000 через пару недель? Ты серьёзно думал прокатит? Он на это ничего не нашёлся ответить. Ну, может ему стыдно стало, ну камон, чё, серьёзно? Не знаю, может я как-то это не так этот мир воспринимаю, но если ты видишь, на Авито продаётся дорогой ноут. Человек не знает его цену, но... Ну ладно, ты предложишь примерно такую же цену, как я писал, там 30 тысяч. Ну ладно, но... iPhone старый пихать, разбитый. О-о-о-о, какие оказывается люди наивные. Какие же дураки. Вот я понимаю вот теперь, что мамонт как бы не лох, мамонт не вымрет. Лох не мамонт, лох не вымрет. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка. И вечное бесплатное обслуживание. Добрый день, ещё актуально? Ммм? Ту-ду-ду-ду-ду. Он чё такой нетерпеливый, думал ему сразу что ли ответят? Ни хрена. Здравствуйте, хотят приехать и купить за 50 тысяч. Так 51 отдам при встрече наличными. Забронируйте на меня на завтра, пожалуйста. Ммм? Рыка, пожатье? Типа, ммм, договорились? Ммм? Где вы были? Уже за 80 берут завтра. Так 80 500 завтра рано утро приду. Договорились? Скиньте точный адрес, пожалуйста. Буду перед рассветом, если хотите. Вы чего так уцепили за него? Обмануть меня хотите? Ну давайте тогда сами предлагайте цену. За сколько готовы отдать? Ну? Алло? Минутку целую подождал. Минуту всего лишь, одну минуту и уже аллокает. Алло, блин. Пшёл вон из чата. Разговаривай, научись культурно. Потом пиши. Быдло. Ну реально, чего это за человек вот такой? Минутку подождал? Алло. Алло, ответь мне прямо сейчас. Но 80 500 это, пожалуй, самая большая сумма, которую мне в принципе предлагали за этот ноут. Даже до добряки чуваки, которые я не покупаю, я чисто цену посоветовать, и то писали меньше. Пацаны, спасибо вам, кстати, что вы писали. Вы молодцы, но вы писали Александре, а не мне. 15 000. Зачем, когда мне 25 предлагают? Хз, кто сколько предлагает, это моё предложение. И что, думаешь, прокатит? На что рассчитывал? Вот понятно, вот сразу человек вот просто на шару написал, типа, авось прокатит, когда-нибудь повезёт. Но, увы, ребят, халявы не бывает. Ну я надеюсь, вам понравился этот видос, вы угарнули над этими халявщиками. У меня ещё остались переписочки, ещё на один видос, так что, если вам зашло, если вам понравилось, угорать над халявщиками, там есть ещё кое-что прям очень интересное, то ставите лайк, пишите коммент, ну и увидимся в комментариях, конечно же. Не попадайтесь, главное, никогда, но ловки всяких маркетологов и хитрожопых халявщиков, и то мне стыдно за вас будет. Увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok